А сегодня джамбалайя вкусно и очень зажигает. Если вам нравится плов и солянка, и вам нравится зажигательный танец, латиноамериканской музыки, разнообразие вкусов, тогда это блюдо для вас. Джамбалайя – это блюдо, имеющее испанские и французские корни. Было придумано на Карибских островах, потом переселилось на юг и считается креольским. Я покажу вам два варианта этого блюда, потом скажете, какой вам больше понравился. Для первого варианта нам надо мясо индейки 500 г, колбаски охотничьи 200 г, креветки тигровые 300 г, стеблевой сердерей 2-3 штуки, 1 луковица, 1 болгарский перец, рис. У меня смесь красного, бурого и неочищенного. Рис – 1 стакан, куриный бульон – 2 стакана, свежие томаты – 5-6 штук, и специи – французские травы, чеснок. Нарезаем на кусочки мяса индейки и все остальные овощи. На сковороду наливаем масло, насыпаем чеснок, пусть он отдаст свой аромат. Далее добавляем мясо и обжариваем 5-7 минут. В мясо добавляем нарезанные кружочками колбаски и тушим еще 3 минуты. Потом кладем овощи, лук, циндерей, болгарский перец, помидоры. Помидоры я натерла на терке. Тушим еще 5 минут. Потом кладем рис. Я предварительно рис промыла. И заливаем бульоном. На 1 стакан риса кладем 2 стакана куриного бульона. Солим по вкусу. Добавляем специи прованские или французские травы. Доводим до кипения. Хорошо перемешиваем и накрываем крышкой. Убавляем огонь и на медленном огне доводим до готовности минут 15-20. За 5 минут до готовности кладем сверху очищенные креветки и накрываем крышкой. И еще держим 5 минут под крышкой. Вот второй вариант. На сковороду наливаем масло. Кладем 1 куриную грудку 400-500 грамм нарезанную кусочками и добавляем мелко нарезанный чеснок. Далее охотничьи колбаски 200 грамм нарезанную кружочками и ветчину. У меня самодельная ветчина. Как сделать ветчину смотрите в подсказках или в конечных заставках. Тоже 200 грамм. Все ингредиенты должны быть равны в пропорции. У меня это все 1 пиалка. Далее отправляем репчатый лук и нарезанный кубиками болгарский перец. Острый чили перец и 2 пиалки риса пропаренного для плова. Заливаем это 4 пиалками кипятка. Добавляем 1 столовую ложку томатной пасты и специи. Можно зиру или прованские травы. Доводим до кипения, перемешиваем. И также в конце за 5 минут до готовности кладем креветки. Музыка. Продолжение следует... Очень вкусное, сытное блюдо. Можно приготовить на праздничный стол. Гости будут довольны. Нам очень понравилось и первый, и второй вариант. Готовила два дня подряд. Ели с удовольствием. Советую и вам это приготовить. Хорошего вам настроения и всего доброго! А сегодня я с вами прощаюсь. Пока-пока!